Глава шестая. С Клавой Сергеем, Василием и Японцем пришел на берег Обской губы. С замирающим от восторга сердцем взирал он на соткавшийся из воздуха призрачный город. А его спутники с большим интересом наблюдали за ним. Их переполнило чувство гордости, дескать, смотри и запоминай, Олег Алексеевич, места наши. Нам-то не впервой, а ты где еще встретишь такое? А он и запоминал. Стоял в каком-то оцепенении и, дорезив глазах, вглядывался в город-призрак, словно пытался там что-то отыскать. Уже и мираж рассеялся, а Олег все так же стоял, глядя в одну точку. Город этот продолжал жить в его воображении, и он боялся его разрушить. — Мы пойдем, Олег Алексеевич? — тихо произнесла Клава. Спутники Олега видели, в каком он пребывает состоянии, и не хотели ему мешать. — Да, да. Чуть слышно, не оборачиваясь, проронил Олег. — А я еще постою. Но и уходить когда-то все-таки надо. Спустя время Олег с сожалением отвел взгляд от моря и увидел сидящего на песке японца. — А ты что, не ушел? — Хочу спросить тебя, Алексеевич. — Без свидетелей. — Ответишь? — Конечно. Рассеянно проронил Олег. Он все еще находился под впечатлением от увиденного. — Ты что, и впрямь холостяк? Не было жены вовсе? — Была Виктор. Была. — Искрой звали. — Ишь ты, красивое имя. — И сама красивая. Красивее не бывает. — Я так и знал. — Как моя, значит. Подытожил японец. — Лучше моей тоже не было. — Скажи, ты однолюб? — Допустим. Олег был заинтригован. — А ты что, верховный птицегадатель? — Да я не к тому. — Скажи, твоя Искра, она тоже умерла? — Да. Олег внимательно вглядывался в Виктора. — А почему тоже? — Так и моя померла. — С невыразимой тоской, так не вязавшийся с его бойцовским характером, объяснил тот. — В одночасье. Я как раз в загранку ходил. Вернулся. А ее уже похоронили. Помолчали. — А я сразу увидел, что ты, однолюб, к бабам живого интереса не проявляешь, как и я. Мы вообще похожи. Судьбы наши, то есть. Ты в пустыне, я в море. Одинокие волки. И вот мне интересно, почему я от горя запил, а ты нет? — Бог, — так Клавка говорит, — ты в него недавно поверил. А что же раньше? — Растолкуй мне, если, конечно, можешь. Олег присел рядом с японцем, но ответил не сразу. Виктор не торопил. Сосредоточенно выцарапывал пальцем на песке замысловатые иероглифы. — Да что тут растолковывать, — начал Олег. — Пробовал и я горе свое залить. Но ничего из этого не вышло. Искра моя была верующей. Вот мне и привиделось однажды, будто она смотрит на меня, пьяненького, укоризненно так смотрит. Мол, отчего ты развеселился, Олег? Неужели рад тому, что я ушла? Веришь, вмиг протрезвел. Как ты ей объяснишь, что это я с горя? Пьют-то для веселья. С тех пор, как отрезала. Выпиваю, конечно, изредка. Но только по необходимости. Если замерзну или вместо лекарства, как у геологов принято. Теперь-то понимаю, это Господь меня с помощью искры от пьянства удержал. Ты извини, Алексеич. Японец стремительно поднялся. Вот пока ты про себя говоришь, мне интересно. Я еще верю, понимаю и принимаю. Но когда Бога в это дело впутываешь, извини, но меня от глупости такой аж корежит. Не мудрено, встал и Олег. Было бы странно, отреагируя ты на мои слова иначе. Что ты хочешь этим сказать? А ты попробуй выслушать меня без эмоций. Скажи, ты уверен, что Бога нет на все сто? А если другие о Боге говорят, а тебя это напрямую не касается, тебя как, корежит? Да ну, пусть тешится. Мало ли что кому на ум взбредет. То есть тебе все равно, верно? Стало быть, тебя волнует только то, что касается тебя. Конечно. Меня не тронь. Себя дурачить не позволю. А почему? Только честно. Сказал же, не позволю дурачить. Нет, Виктор. Ты сейчас слукавил. Это не ты не позволяешь, а тот, кто управляет тобой. И ты это уже понимаешь, иначе не спросил бы, какая между нами разница. Вот скажи, в тебе сейчас, ну, пусть не злоба, но досада на меня растет? С чего ты взял? Поспешно, как это бывает у людей, застигнутых врасплох, выпалил японец. С того самого. Потому что сам хаживал в этих сапогах, чуть ли не с кулаками кидался на любого, кто мне о Боге хотел сказать. А ты попробуй ее злобу это унять, хотя бы из уважения ко мне. Смотри, после той драки мы подали друг другу руки, и ты не держишь на меня зла. А вроде бы причина была более весомая, так? А сейчас из-за каких-то слов закипаешь. Откуда это? Японец тяжело опустился на песок. Ну, откуда? Глухо выдавил он. Сам по размыслию. Олег тоже сел. Вот ты сказал, что у нас схожие судьбы. Ты даже не подозреваешь, насколько. Слушай, я ведь тоже потерял искру, когда был в загранке, в Монголии, в пустыне Гоби. Монтулил, зарабатывал деньги на жилье. Не хотелось больше мотаться по съемным квартирам. А ведь у искры были очень влиятельные родители. Только обо мне ее мать и слышать не хотела. Ну, короче, вернулся, а искры уже нет. Слышал о Ташкентском землетрясении? Так вот, она погибла чуть позже. Город только-только начали восстанавливать. Она жила у бабушки, меня ждала. Еще ты сказал, что мы оба одинокие волки. Это справедливо лишь отчасти. Я был одиноким волком. Теперь я с Христом. Он со мной всегда, везде и всюду. Я его раб. Он господин моего сердца, моей души. Ну, а тот, у кого в сердце нет Христа, рискует стать вечным рабом его противника. Ибо кто кем побежден, тот тому и раб, говорит Библия. И противник этот никогда не смирится с потерей души своего подопечного. Однако он начинает действовать только после того, как этот подопечный проявит интерес ко Христу, даже самый мизерный. Вот что происходит с тобой, Виктор. Нет ему резона отпускать тебя. Нужен ты ему. Он тебя и подзуживает, травит душу. Японец сидел неподвижно, понурив голову. Непонятно было, слушал ли он или погрузился в воспоминания. Наконец он выпрямился и посмотрел на Олега. Хочешь сказать, я раб черта или, ну, как там его еще называют? Так и называют, сатаной. Но решать, быть или не быть его рабом, тебе, не мне. И как же я могу это решить? Заявление написать? Богу! Мрачно усмехнулся японец. Прошу принять меня в ряды. А? Ну да. Заявление. Но писать его незачем. Нужно просто смиренно попросить Господа войти в твое сердце. А как же грехи, Алексеич? Их-то куда девать? Возвысил голос Виктор, потрясая руками. Они ведь грехи эти. О-о-о! Отца! Мать больную бросил. Ни разу копейкой не помог. Это куда? В архив? На работе еще куда ни шло, забываешься. А как безделье, ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой, одно спасение. Напьешься, забудешься, очнешься. Совесть, хватит тебя за воротник. Что делать? И снова за рюмку заколдованный круг. Вот ты расколдованный грехи твои он возьмет на себя, как взял мои. Когда уж судьбы наши схожи, одинаковыми они должны быть до конца. Значит, надо было ему, чтобы мы встретились. Японец. Как думаешь? Разбередил ты мне душу, Олег. Олег. В первый раз обратился к нему по имени Японец. Голова кругом идет. Пойду я. Думать буду. Подумай. Глава седьмая. Олег вернулся в поселок, а к вечеру, захватив альбом для рисования, снова пришел на то же место. Безлюдный берег и тишина как нельзя лучше подходили для его хобби рисования. Он хотел запечатлеть вот эту перекличку моря с вечерним небом. Но после первых набросков здешний пейзаж в них лишь угадывался. Один за другим появились портреты искры. Олег не без удовольствия отметил разительное сходство портретов с оригиналом. Ничего удивительного. Искру он рисовал многие годы. Рисовал, когда появлялось подозрение, что он начинает забывать ее лицо, и когда выдавалась свободная минутка. Олег отложил альбом в сторону, лег на песок и задумался, пристально вглядываясь в небо. Вроде бы и недолго пожил в поселке, но в памяти навсегда останутся люди, с которыми довелось здесь встретиться. А сколько дорог он успел исколесить по совсем незаунывной и однообразной, как он полагал доселе, тундре. Завтра эти дороги вновь сойдутся в аэропорту. Завтра будет, как говорят местные жители, борт на землю. И Олег улетит, улетит и увезет с собой память. Наверное, за ней он и приезжал за памятью и воспоминаниями. Ему и впрямь удалось вспомнить свою забытую мечту, не сбывшуюся мечту своей молодости и ее искры юности, потому что... Ой, какая же юная она была в ту пору! Неполных восемнадцать. Ну что ж, он выполнил обещание, и хотя искра так и не побывала в этих краях, она жила в его сердце и, значит, тоже увидела Ямал. Таков был уговор. С уходом жены он показался Олегу ненужным, забылся, пока сам Господь не напомнил о нем в аэропорту Тюмени. Теперь все стало так, как она и мечтала в том далеком-далеке казахстанской степи, когда высокое ночное небо залилось вдруг необыкновенным матово-бледным светом, и все окрест тотчас приобрело таинственный вид. Это длилось несколько минут. Они не знали, что это было. Возможно, запуск ракеты. Наверное, — сказала искра, — таким бывает северное сияние. Ты видел северное сияние? Нет, никогда. И я не видела. Но это моя заветная мечта — побывать на Ямале и увидеть северное сияние. А почему на Ямале? Северное сияние видно во всем Заполярье, даже ближе. Там есть воздушный город. Мираж. Мне рассказывали. На каком-то каменном мысе. Мираж? На Ямале? Что-то я не слышал о таком чуде. Да, — заволновалась искра. Они говорили, там есть небесный город. Даже пели о нем песню. Поедем туда после института. Понимаешь? Мне необходимо там побывать. Поедем? Посмотрим. Надо еще дожить. Ну, не будь таким скучным. Что значит «надо еще дожить»? Доживем, да еще как. И вдруг сама задумалась. Если ты меня, конечно, дождешься. Тебе-то год остался, а я только первый курс осилила. Олег улыбнулся, осилила. Она его на отлично. Окончишь институт и удерешь на Ямал без меня. А идея-то, между прочим, моя. Да куда ж я без тебя, искорка? Мне и минута без тебя вечность. Придумала тоже без меня. А вдруг? Не сдавалась она. Вдруг это случится, а? Да, но даже если и так, я должна быть с тобой. Как это? Улыбнулся он. Один, а с тобой? Со мной в сердце. Просто сказала она. Я это почувствую. А если ты поедешь одна, я... Она не дала договорить, я без тебя не поеду. Но если тебе вдруг придется поехать туда одному, обещай, что я буду с тобой. Ну что ты, искра? На Ямал только вместе. И никаких гвоздей. Конечно, это было бы замечательно, согласилась она. Но в ее темных, как ночь, глазах внезапно поселилась печаль. Вот и выполнил он ее волю. Почти через четверть века Олег видел ее город, город-мираж, существование которого в молодости не очень-то и поверил, а потом за бесполезностью и вовсе забыл о нем. А он прямо перед глазами, как наяву. И теперь искра была в его сердце. Именно теперь, как она и говорила. Выходит, она предчувствовала это? Выходит, она чувствует это сейчас? Получается, прав, Юра. Господь знает, что лучше. Но когда смысл лучшего откроется ему, Олегу, жаль, что этот вечер на песчаном откосе обской губы для него последний. И какой вечер? Кровавый диск солнца неспешно катится по небу. Кажется, вот он рядом, за выпуклой водной гладью. Только руку протяни. Но лучше этого не делать. Обожжешься. Да, Олег и не пытался дотронуться до солнца, лишь прикрывал рукой, как козырьком, глаза, подглядывая за этой раскаленной сковородкой. Смотреть открыто на такое солнце себе дороже. Попробуй. И так ослепит. Света белого не взвидишь. Мир обернется радужным пятном. Долго потом придется тереть глаза, но и не смотреть на эту красоту нельзя. Вот и приходится подглядывать. Да и как не взглянуть на то, как на самом краю земли Ямал по-ненецки означает край земли, падает в море солнце. Кто устоит перед подобным искушением? Вот огненный шар покатился над самой водой и заискрилась, побежала по ней зеркальная дорожка с атласными кромками. Клинышком уткнулась она у ног Олега в берег. Казалось, еще мгновение, и солнце, коснувшись поверхности воды, взорвется, и с шипением взметнутся ввысь клубы пара. Но солнце дотронулось до моря и начало уменьшаться прямо на глазах. Осталось две трети, половина, треть, все меньше, 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 и никакой вселенской катастрофы. Правда, спустя время что-то подобное все же происходит. Мир погружается в какую-то странную субстанцию, похожую на испарение кристаллов. А пылающий на горизонте закат, достойный кисти Куинджи, уступает место вечерней заре, которая мягким слоистым янтарем разливается по небосводу. Впрочем, заката, как такового, летом в Заполярье не бывает. Всю ночь, то есть все отведенное для нее время, бледно светится горизонт. Зачарованно глядящему на вечернее небо Олегу показалось, что он тоже причастен к этому волшебству, что с его души свалился огромный камень, что она очистилась и наполнилась умиротворенностью. Олег всем своим существом возблагодарил Бога. Внезапно сами собой пришли на память строки И, не пуская тьму ночную На золотые небеса, Одна заря сменить другую спешит, Дав ночи полчаса. Когда-то, много лет назад, Эти стихи Нашептывала ему в степи Искра. Потускнела, А потом и вовсе убежала К горизонту солнечная дорожка, И только там вдали Все еще мельтешила она Серебряными переливами. Тихо накатил на берег Очередной пенистый бурун. Олег, привстав, И, не отрывая глаз От потемневшей глади залива, Прислушался к шороху Уходящей в песок воды. Говорят, Если долго глядеть На большую воду, Увидишь, что захочешь. И ему это удалось. Откуда-то сверху Полилась едва различимая Грустная мелодия. Сначала невнятно, Затем все отчетливее Зазвучали робкие переборы Домбры. Эту мелодию вызвало К жизни одно воспоминание. Все было Удивительно схоже. Такая же вода, Много воды. И такая же дорожка, Только лунная, На озере Тарайгыр В Казахстане. Искра Сидит, Обхватив руками колени, И не спускает глаз Столигена, Или, как его ласково называют Казахи, Токе. Рядом, Боясь шевельнуться, Замерли Остальные члены Студенческого отряда. Всего восемь человек, Включая и Олега. Чудную песнь Об этом удивительном крае И своем народе Поет Токе. Он поет о том, Какую безграничную любовь Проявил Господь К людям, Создав на земле Райский уголок, Баянаул. Здесь есть Все, что надо человеку. Раздольные степи И обилие озер, Манящие горы И тенистые леса, Плодородная земля И тучное пастбище. Казалось бы, Живите и радуйтесь, Люди. Но люди пошли Друг на друга Войной. Некий жадный бай, Наущаемый дьяволом, Подбился племенников Вытеснить С этих благословенных земель Представителей Другого рода. И схлестнулись они В кровавой схватке. Услыхала об этом Кагаршин, Жена одного из батыров, И поскакала к месту битвы На верблюде. Но она боялась, Что не успеет остановить мужчин. Тогда она попросила Бога помочь ей. Господь превратил ее В Голубку, И Кагаршин Взмыла в небо. И где пролетала Голубка, Там опускали воины мечи И братались Друг с другом. Облетела Кагаршин В поле битвы Села, Обессилевшая на скалу, И окаменела. Скала-то, Кагаршин, То есть Голубка, Так и стоит Немым укором людям. Нельзя ненавистью Победить зло Только любовью Божией. А сколько раз На эту землю Посягали завоеватели. Сколько здесь Пролито крови. Вот почему Каждую весну Казахстанская степь Словно красным ковром Покрывается Маками и тюльпанами. Точно хочет Показать людям, Каким прекрасным Может быть мир Без воин. Всякая капля крови Взывает К человеческому разуму. Ведь Бог Дарит солнце И добрым, И злым, И посылает дождь Праведным И неправедным, Ибо Он Есть Любовь. По лицу Таке Пробегают Отблески огня. Он будто бы И не поет Вовсе, А вслушивается В себя. Взгляд Его Отрешен. Руки Старика Нежно Касаются Струн, И те Отзываются На его ласку Трепетными Звуками. То, Затухая И тоскуя, Жмутся Эти звуки К земле. То, Будто Стая Птиц Взмывают Вслед Голосу Таке Ввысь К мерцающим Звездам Там Наверху. Они Превращаются В звенящие Эхо, Мало-помало Угасающие В космическом Пространстве. Пальцы Старика Медленно Скользят По струнам Домбры. Слышится Тоскующий Глуховатый Перебор. В это Мгновение Серафим Быстро Переводит Студентам Слова Песни. Словно Наяву Видят Ребята Битву. Звенят Мичи. Гудит, Содрогается От топота Копыт Земля. Прекрасная Кагаршин Обращается С мольбой К Богу. Взмывает Над схваткой Голубка. Внезапно Серафим Смолкает На полуслове И пораженно Застывает Не сводя Глаз С озера. Все Разом Поворачивают Головы. Близ Берега Выплыв Из-за Скалы Кружит В танце Стая Лебедей, Грациозно Выгибая Шеи. Скользят Прекрасные Птицы По озеру И Следом За ними Скользят Их Двойники Отражения. Искра Импульсивно Подается Вперед. Лебедь Чистый, Лебедь Белый, Сны Твои Всегда Безмолвны, Безмятежно Серебристый, Ты скользишь, Рождая Волны. Восхищенно Декламирует Она, Схватив Олега За руку. Эти Строки Так Естественно Вплетаются В канву Этого Непридуманного Спектакля, Что, Кажется, Им И Должно Было Прозвучать Здесь. Остановись Мгновение, Ты Прекрасна. Это Уже Взбалмошный Командир Студенческого Отряда Гарри Шварц. Ты Прекрасна, Повторил Он Еще Раз. На Больше Его Не Хватило. Он Тотчас Смутился От Своего Порыва. Возвышенные Чувства Не В чести У Современной Молодежи. Запросто Можно Прослыть Сентиментальным. К счастью, В эту Минуту В компании Царит Совсем Другое Настроение И Гарри Успокоившись Вместе С Друзьями Молча Смотрит На Лебедей. Драматизм Легенды Озеро, Освещенное Льющимся С небес Лунным Светом. Скала Кагаршин, Затухающий Костерок, Дивный Танец Лебедей И Изумительное По красоте Пение И И Игра Таке Захватили Ребят Целиком И Полностью. Бог Возводит Своё Солнце Над Добрыми И Злыми, Ибо Он Есть Любовь. Вновь Повторяет Таке, Заканчивая Легенду, И Слова Эти Ещё Долго Звучат В головах Студентов. Было В них Что-то Притягательное. Их Хотелось Повторять Вновь И Вновь. Попробуйте Вы Прочесть Эти Слова В Уединении, Глядя На Звёздное Небо, И Они Непременно Западут Вам Всё Евангелие. В В них И В Звёздном Небе Вы Отыщите Бога И Его Любовь. Ребята Уже Забыли, С какой Неохотой Согласились Послушать Пение Акына. Забыли, Что Ещё Час Назад Хотели Ехать В Сельский Клуб На Танцы. А Главное, Они И Не Вспоминали, Для Чего Приехали К Серафиму. Глава Восьмая Видавший Виды ГАЗ-53 С Наращенными Бортами, Доверху Угружённый Досками, Брёвнами И Дровами, Не Очень Резво, Но Весело Бежал По Степи. Весело Было И Шестерым Студентам, Восседавшим Вопреки Правилам Безопасности На Досках И Горланившим На Всю Степь От Зарей До Зари, Где Горят Фонари, Где Студенты На Ночь Собираются. Кошмар! Нет На них Декана. Но Самое Кошмарное То, Что Вместе С Ними, Стоя На Подножке Газика И Размахивая Рубахой, Ниф Попад Орёт Песни Командир Студенческого Строительного Отряда ССО-2, Студент- Дипломник Гарри Шварц. И это Вместо Того, Чтобы Призвать Товарищей К Соблюдению Коммунистической Морали, Как и Многие Люди, Лишённые Музыкального Слуха, Гарри Страстно Любит Петь, Но Стесняется Делать Это При Народе Однако Здесь, В степи Под Шум Мотора Как Не Выплеснуть Переполняющие Душу Эмоции Врач Отряда Студентка Мединститута И По счастливому Совпадению Жена Гарри Таня Покачивает Головой От удивления Она Сидит В кабине Женщине В Интересном Положении Ехать В Кузове Расположившись На Досках Небезопасно Потрясающе Кричит Она Мужу Сунувшему На мгновение В кабину Свою Кудлатую Голову Тебе Не Медведь На Ухо Наступил На Тебя Сонного Бульдозер Наехал А Он Самый Радостно Соглашается Гарри Чмокает Жену В щечку И Подставив Лицо Встречному Ветру Принимается Орать С удвоенной Энергией Запевал Песню Акомпанируя Себе На гитаре Парень В выцветшей Солдатской Форме Олег Горохов Остальные Поддерживая Его С обеих Сторон Дружно Подхватывали Они Горькую Пьют Они Песни Поют В кабине Улыбаясь Во весь Рот Выводил Слова Песни Колхозный Шофер Обе Глаза Обе На виражах Хоть Дорога И Петляла Меж Многочисленных Невысоких Холмов Машина Вынырнула Из ложбинки На прямую Дорогу Ландшафт Стал идеально Ровным И на горизонте Явственно Обозначились Очертания Гор Тянущихся Дымной Цепочкой От одного Края Степи До другого Казалось До гор Руку И подать Но Таково Свойство Степи Скрадывать Расстояние На самом деле До подножия Баяна Аула Пришлось Ехать Еще Добрых Полчаса Стихли Задорные Песни Ребята Глядя На горы Сгрудились У кабины Снимым Восторгом Забыв Обо Всем На свете Смотрели Они На эту Каменную Сказку Можно Сколь угодно Долго Рассказывать О здешних Горах Но Слова Не передадут И сотой Доли Их Красоты Словно Бы Угадав Настроение Своих Пассажиров Абельда Заглушил Мотор Молодежь Тотчас Рассыпалась По пологому Склону Кто-то Расположился Тут же На камнях Чтобы взирать На эту красоту Снизу Кто-то Желая Прикоснуться К ней Принялся Карабкаться Вверх Невысокие Причудливых Очертаний Скалы И нагромождения Волунов Напоминающие Окаменевших Животных Меж Ними По скальному Грунту Беспорядочно Разбежались Крохотные Ёлочки Сосенки Березки Из каждой Расселены Тянутся Они К небу На вершине Небольшой Ступенчатой Скалы Возле Еле Приметной Трещины Проросли Березка И Ёлочка Но По-видимому Им стало тесно И они Словно Поссорившись Отпрянули Друг от друга В разные стороны Так и стоят Похожие На огромную Бабочку Расправившую Разноцветные Крылья Одно Изумрудное Другое Переливчатое Бледно-золотистое А вот Та Сосенка Вообще Все Перепутала Выросла Строго Горизонтально Из Межреберного Скального Наслоения Уткнула С вершиной В противоположный Уступ Будто Над расщелиной Мостик Скамеечку Перекинула Потом Осознав Что растет Неправильно Уже Обессиленная Выбросила Она Вверх Ветви Напоминающие Иссохшие Паучьи Лапки И только На самом Конце Одной Веточки Сохранился Мохнатый Пучок Зеленых Иголок Благодаря Которому Можно понять Что она Все еще Борется За жизнь Рядом Тоненькая Махонькая От горшка Два вершка Сосенка С такой Пышной Кроной Что на ствол Уже и Внимания Не обратишь Да он И незаметен К ней Изогнувшийся В замысловатом Танце Скрученный Будто Пружина Прижался Щекой Олег Она Напомнила Ему О тайге Крохотная А сосна Он Или шайник Самый Настоящий В комлевой Части Ствола Светло-зеленый Приодел Ее Скрыл Кривизну Танцуй Милая Радуйся Жизни Нас Да ты Самим Фактом Своего Существования Аня Осчастливила Искра Стоит Рядом С Олегом Смотрит На янтарные Капли Смолы Растекшиеся По Растрескавшему Со стволу И благоговейно Шепчет Стихи Она Слышала Что Ароматной Смолой Будто Чудодейственным Бальзамом Деревья Залечивают Свои Раны Выходит Сосенка Это Одна Сплошная Рана Не это Жизнелюбие Как она Не погибла Благодаря Чему Или Кому И главное Для чего Выжила Искра Искра Ты опять Задумалась Сказал Олег Любой С девушкой Вечно Мне приходится Тебя Будить Где Ты Искра Олег Тихо Произне Произнесла Искра Обводя Вокруг Себя Рукой Что Это Не знаю Так же Тихо Ответил Он Наверное Природа Сказка Создала Природу Или Наоборот Не будем Забивать Голову Философией Вряд ли Мы Найдем Ответ А потом Добавил По-моему Ты Читаешь Про себя Стихи Пожалуйста Прочти их Мне Искра Не успела Ответить Раздался Долгий Гудок Клаксона И Вслед за ним Призывно Громыхнул Голос Шварца По Коням И Через Мгновение Ну Вы Там Геолухи Шестеро Двоих Не ждут Или Вам Тебуется Особое Приглашение Искра С Олегом С Сожалением Привстали И прижались Друг к другу Держась За крылья Бабочки Им Так Не хотелось Расставаться С этой Сказкой И еще Они мечтали Хотя бы Немного Побыть Наедине Стоять Спокойно Искра И Олег Вздрогнули Чуть ниже Привалившись Спиной К огромному Волуну Замер С фотоаппаратом В руках Гарри Вот Я вас Ущучил Так Ущучил Попробуйте Теперь Отвертеться От свадьбы И Попробуйте Только Меня Не пригласить По судам За тоскою Вновь Оседлали Студенты Доски И таким Макаром Вскоре Въехали Во владение Колхозного Тракториста Серафима Что Собственно И было Целью Их Поездки Серафим Владел Приземистой Глинобитной Мазанкой Из трех Мизерных Клетушек Комнатушек Под ветхой Крышей И притулившей К камню Беленой Летней Печкой Из сказки Гуси-лебеди На шум мотора Из мазанки Высыпала Орава Ребятишек Мало-мало-меньше Следом За ними Вышла Хозяйка С грудничком На руках И только Потом Согнувшись В три По гибели Появился Серафим Высокий Сутловатый Мужчина Лет сорока Принимайте Хозяева Театрально Раскинул Руки Гарри Это Серафиму За его Ударный Труд На строительстве Кошары На благо Овец И баранов То есть Он хотел Сказать На наше благо Перебила Мужа Таня Что в общем-то Одно и то же Нет-нет-нет Мотнул Головой Оратор Мы Выше Баранов Намного Но Ниже Овец Встрял Олег Вопрос Бестактный Снимаю Его С повестки Дня Повторяю Для Недогнавших Серафим Помог Воплотить Нашу Мечту О баранах В жизнь Подчеркиваю Нашу О баранах И за все Про все Ему От нас Вот эти Самые Дрова И бумага Удостоверяющая Бе-бе-бе Запарился Я с отчетом Ну что же Я вам Цицерон Что ли В общем Серафим Здесь Накладная С колхозной Печатью Это Махнул Он рукой В сторону Газика Твое Все Чин по чину Разгружайте Крикнул Он ребятам И не дав Серафиму Опомниться Спросил Как Хозяйку Зовут А Дарья Павловна Так вот Дарья Павловна Люди С дороги Неплохо Бы Организовать Чай Остальное Сделают Наши Девчата Дарья Во время Речи Как заведенная Повторявшая Вслед Мужу Да как Же Это Так Ребята Да Как Же Так Мегом Оправилась От Смущения Мить Стеша Саша Глаша Кто Там Из Вас Затопите Печь Дети С восторгом Бросились Выполнять Поручение Мама Дернул Дарья За руку Малыш Лет Трех Четырех Дяденьки Нам Дрова Привезли Возводил В степи Кошару Для Овец Ребята Устанавливали Опалубку Для заливки Цоколя Раза два В неделю Серафим Привозил им Стройматериалы Одновременно За два Километра От Кошары На Отгоне Студенты Сооружали Двухквартирный Домик Для Чабанов Поскольку Все делалось Вручную Без Трактора Беларусь Ребятам Пришлось Бы Туго Молодежь Любовно Окрестила Этот Трактор Чихпах Он Чихал Пыхтел Стрелял Но Работал Причем Добирался До Объекта Быстрее Газика Обильды Обычный Серафим Отправлялся В степь За бутовым Камнем Добыча И погрузка Которого Считалась Самой Тяжелой Работой Потом Отцепив Прицеп Трактор Развозил Материалы Курсировал Между Кошарой И Домиком Чабанов Управляли Чихпахом Студенты А Серафим Тем Временем Помогал На стройке У Серафима Были Золотые Руки И Огромный Опыт Строителя Увидев Как И Из чего Студенты Выставляют Опалубку Он Посоветовал Изготовить Щиты Шесть метров В ширину И метр В высоту Из Лиственницы Пятидесятки После Чего Эти щиты Оставалось Только Перенести Тяжело Но Выполнимо Бригада Первое Сокрушался Что Хрупким Девчатам Приходится Выполнять Такую Тяжелую Работу Работали Они И впрямь Наравне С парнями От зари До зари Короче говоря Поначалу Студентам Было Не до степных Закатов После Работы Падали Замертво В палатках И даже Комарам Не удавалось Их Разбудить Потом Пообыкли Втянулись И Вечерами Зазвучали В степи Студенческие Песни Правда Совсем Не те Что Прославляли Партию А не Весть Откуда Взявшиеся Песни Шутки Песни Раздумья Галича Акуджавы Висбора Близилось Окончание Строительства И студенты Задумались Над тем Как Отблагодарить Серафима По нарядам Провести Нельзя Деньги Собрать Узнали Твердо Что он Не возьмет Да и Неудобно Как-то Тут Перед Самой Приемкой Объекта И Ненадоумил Их колхозный Прораб Женис Отдать Неизрасходованные Пиломатериалы И дрова Серафиму Мол У него Даже пол В хибарке Земляной Нищий Он Как есть Нищий Жена Теща Больная До шестера Было Понят Мало-мало Меньше Пойди Просто Доски Отдать Конечно Нельзя А вот Если Накладной Выписать И оплатить Ну Чисто Символически Вот только Рублей Пять-шесть Удержат При расчете Шесть Да Хоть Сто Шесть Ну И голова Жи Женис Загудели Ребята Вот тебе И всегда Сыт Тотчас Единогласно Отказались Они От своего Намерения Использовать Остатки Дров Для прощального Костра У Общего Костра Собирались В штабе ССО В Баянауле Так Зачем Один В степи Разводить Но Прораб Как оказалось Еще не Закончил Свою речь Глядя Поверх Голов Ребят Он Объяснил Им Что Хотя Серафим И уважаемый Работник И ценят Его В колхозе За безотказность И трудолюбие Но И шибко Не балуют Потому Как Верующий Он Баптист Слова Жениса Следовало Понимать Так Вы уж Сами Решаете А мое Дело Сторона Мне Неприятности Ни к чему А вот Вы Другое Дело Вам Кто Здесь Указ Никто С вас И взятки Гладки А Накладную Я Подпишу Я Я Не знаю На Что Вам Дрова Окончив Речь Женис Выжидательно Уставился На Студентов Ну А что Дескать Как Решите Выписывать Накладную Баптист Протянул Кто Кто Недоуменно А Что Это Такое И Сем Его Едят Задумались Ребята Одни Руками Разводят Другие Плечами Пожимают Ну Был Бы Еще Православный Куда Не Шло А то Баптист Да Вроде Слышали О Баптистах А Точно Не Знают Кто Они Такие Кто То Все Все Вспомнил А Это Вроде Те У Кого Кругом Запреты Не Пьют Они Не Курят Еще Чего Там Не Делают Ну Чудики В Общем В Ответ Посыпались Возражения Не Факт Но Это Плохо Такие Чудики И Среди Нас Водятся Вот Гарри К примеру Не Пьет Не Курит А Слушайте А может Он Он Тоже Баптист Гарри Тотчас На Дыбы Как Что Сразу Гарри Как Что Сразу Гарри Будто Я Вам На Пуп Соли Насыпал Я К Вашему Сведению Родился Атеистом Что За Понебратское Отношение К Своему Строгому Но Любимому Командиру Командир Я Или Нет Вот То Причем Как Считает Моя Жена Хороший Командир Как Раз Потому Что Не Пью Курю Подтверди Таня Что Я Хороший М Слышали Значит Дело Не В Этом Значит Еще Что То Есть Раз Люди С Опаской К Ним Относятся Да Замполит Отряда Ураз Сунул Петерню Под Кепку И Почесал Голову Б Баптисты Они Братцы Того И Замотал Головой И Языком О Неба Защелкал Держал И И Я Буду Говорить Серьезно Не Складно Получается Мужик К Мужик Со Всей Душой Пахал Как Папа Карло Бук О Бук С Нами А Мы Разбираемся С Его Верой И Потом Как Я Понял Все В Колхозе Сочувствуют Серафиму Раз Уж Сам Прораб За Него Ходатайствует Хитрым Правда Образом Но Это же Понятно Им Надо Чтобы Помощь Исходила От Сторонних Людей Страх Наследие Культа Личности Он У них В плоти Кровь Вошел Ну Что Не так Женис Так 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 Не Отрицай А Нам То Чего Бояться А Или Окажемся Последними Трусами Стоп 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 Нет Туда Поехали Посерьез Нел Гарри Разве Я Или Кто-то Еще Высказался Против Нет У нас Свобода Вероисповедания Записана В Конституции Чего Нам Сомневаться То Что Предложение Прораба Принимается Единогласно Ну Ясно Как день И Не надо Аплодисментов В общем Давай Женис Действуй Прораб Облегченно Вздохнул Улыбнулся И Махнув На прощание Рукой Вскочил В бобик А Гарри Снова Перешел На шутливый Тон Но Мы Должны Помочь Серафиму Еще И в Духовном Плане Или Смысле В общем Мы узнали Что Он Тонет В религиозном Болоте И Наша Задача Спасти Его Показать Светлое Будущее К которому Мы с вами Стремимся Ура Похоже Я вас Не особо Воспламенил Ну ладно Какие Будут Предложения Отвозим Ему Материал И Вся Недолга Гарри Выслушал Выкрики Ребят Так Так Настелить Полы Починить Крышу Ну что ж Дельно Дельно Ну а Кто У нас Способен Разуверить Верующего Спасти И наставить На пути Истины Хотел Бы Я Посмотреть На того Спасителя Хмыкнул Ураз Заранее Не завидую Ну смотри На меня Вскинулась Искра Так Я И знал Нарочито Горесно Вздохнул Ураз А спросил Просто Из Интереса Я Даже Знаю Кто Ей Будет Помогать Сказать Не треба Хохотнула Таня Пусть Сам Скажет И Не подумаю Подал Голос Олег Сами Догадываетесь Нам Почему То Кажется Что Это Ты Олежка Ехидно Произнес Латаня Но Если Ты Не Уверен Ураз Озвучит Свою Версию Он Не Имеет Права Вторгаться В мою Личную Жизнь Засмеялся Олег Пусть Достопочтенный Замполит Для Начала Пояснит Почему Это Он Заранее Не Завидует И Кому Скажу Скажу Еще Как Скажу Загибайте Пальцы Я Всем Нам Не Завидую Если О Серафиме Узнают В институте Это Раз И Особо Не Завидую Самому Себе Потому Что С меня Как С Коммуниста Спустят Три Шкуры Это Три Два Поправил Гарри Два Это С тебя И Не Два А Две Неуч Шкура Женского Рода Даже Такая Дубленая Как У тебя Из Зерут Их Причем Две С тебя Командир Лопо — Ничего не видел. Ни о каких баптистах не слышал. — То есть ты не бдел? — уточнила искра. — Вот именно. В этих случаях и волки будут сыты, то бишь вы спокойно займётесь своими глупостями, и бараны целы. Иными словами, вы же сами, ну и я тоже. — А если после наших бесед Серафим прозреет, — вкратчиво поинтересовался Олег, — встанет на путь истинный и даже изъявит желание вступить в партию, тогда как? — Тогда, пожалуй, можно будет упомянуть, что это я вдохновил вас на сие деяния, только, думается, мне у вас кишка тонка. — Как бы этот баптист вас сам не перековал? — Ну чего, чего ржёте? Думаете, это так просто? Ладно, думайте, только без меня. — Мне хватит армии, — нагляделся я там. — Одно скажу. Убеждать кого-то в том, в чём сам не уверен, — неблагодарное дело. — Дай вам, конечно, Бог. — О, видели, я тоже туда же. Бог! — Не хочешь, а вылетает. — Что, опять смешно? — Ну всё, мне это надоело. Думаете, легко мне дурачка разыгрывать на всех этих долбанных собраниях? Вот возьму сейчас и сложу с себя полномочия замполита, посмотрим, что вы тогда запоёте. Особенно мой преемник. — А давайте Олега выберем. Вон он как круто культ личности развенчал. К тому же он из тайги, шкура у него, медвежья, не прошибёшь. Он же только-только перестал на лампочку дуть, когда выключатель показали. — Ну что, хотите? — Ну, а я уйду с гордо поднятой головой. — Нет, нет, не вздумай. Типун тебе на язык. — Что мы тебе плохого сделали, ураз? — Как ты после этого нам будешь в глаза смотреть, загалдели студенты? — Я твою отставку не принимаю, — подытожил Гарри, а затем добавил. — Так, переходим к премьям. Завтра утром грузимся и выезжаем с обельдой к Серафиму. — Поедут плотники полы настелить, крышу починить, врач — Татьяна, на случай, если кто с той крыши упадёт, повар — искра, на случай, если кто проголодается. Она же штатный спасатель-агитатор. — И ещё Олег. Ну, и я для общего руководства. Без меня-то никак. Должен же кто-то отвечать за всё это безобразие. Итак, восемь архаровцев. Приня закончены. Вопросов, к счастью, нет. Всё. Концерт. А я окталды. Гитлер капут. Хауду и дэнки булы. Справедливости ради стоит отметить. То, что Серафим — верующий человек, да ещё и баптист, ребят обескуражило. Они как-то не сразу в это поверили. В памяти тех из них, кто слышал о баптистах, всплывал намертво вбитый в голову пропагандой образ угрюмого, нелюдимого человека. Причём непременно со злобным оскалом. Ну, короче, врага народа. Но Серафим-то — полная противоположность. Он — самоскромность. В любую минуту готов прийти на помощь. Да ерунда всё это, ерунда. Но вместе с тем, где-то внутри, гнездился, пусть маленький, но страх. Страх за своё будущее. Слов нет. Распрямились чуть люди за последние годы. Один за другим падали коммунистические идолы. А ведь ещё недавно каждый маломальски известный партийный руководитель слыл выдающимся, верным, кристально честным, несгибаемым. А на поверку оказывался или чванливым тупым чиновником, или проходимцем. Случалось и такое, и не так, чтобы редко. Вот вроде понял народ, кому поклонялся, кого почитал за богов. Но сам миф о коммунизме осуждению ещё не подлежал. Дескать, даже и в хорошем стаде встречаются паршивые овцы. А учение Ленина, выдающееся, единственно верное. Конечно, некоей иллюзией свободы студенты лишены не были. Но они все знали слова Хрущёва о том, что совсем скоро у нас не останется ни одного попа. То бишь, с религией покончат. Вот только каким образом никто не ведал. Между тем, первым исчез сам Хрущёв. Словно отродясь, и не было его. Тем не менее, процесс расправы над верующими уже набрал обороты. Но ведь недаром говорится «У лжи короткие ноги». Людям, добровольно-принудительно сгонявшимся на судебное заседание, становилось, мягко говоря, неловко. За исключением тех, кто выступал в качестве свидетелей. Ну и группы поддержки. За что их судят? Вот вопрос, который чаще всего задавали друг другу присутствующие. Это же божьи коровки. Разве мало настоящих преступников? Шпана в округе не даёт людям проходу. И их не трогают. А эти, кому они мешают своими молитвами? Многим импонировала спокойная уверенность и твёрдость верующих. И кто знает, не побудили ли эти процессы задуматься людей о Боге. Но и в защиту верующих обыватели не включались, оставив их один на один с властью. Ну, а та находила отморозков и науськивала их на верующих. Между тем, студентов времён оттепели, отрицавших, прогнившие авторитеты и во всём разуверившихся, это попросту не интересовало. Потому-то Олег, Гарри и их друзья не видели в своём решении ничего ни героического, ни предосудительного. Ну так, рутинное дело. А разубедить деревенского мужика в существовании несуществующего Бога, да что может быть легче? Он, поди, сам толком не знает, зачем верит. Ну да что с него отсталого возьмёшь? Вот и надо, бедолаги, глаза раскрыть. Мужик-то хороший. Жалко, если сгинет в религиозном болоте. Ох-ох-ох-ох-ох-ох-ох-ох, теме ты, матушка российская. В общем, никто слов замполитов всерьёз не воспринял. А зря. Ураз действительно кое-что видел в армии. Его забрали туда после первого курса института. Отцовские связи позволили ему нести службу в редакции боевого листка гарнизона. Время от времени Урас выезжал с Сапкором на беседы с солдатами, отказывавшимися брать в руки оружие. В основном это были баптисты. Так что Урас знал не понаслышке, что этих, как он выражался, «заторможенных парней» переубедить нельзя, тем более когда за это брался безмозглый, опять же его определение, партийный комсостав. Урас относился пренебрежительно и к тем, и к другим. Но когда борцы идеологического фронта пасовали перед силой убеждения не слишком грамотных, невзрачных на вид солдатиков, радовался тихой радостью идиота. На то у него имелись свои причины. Дело в том, что он, нахватавшись кое-чего из Ницше, считал себя чем-то вроде супермена. С такой же затаенной радостью Урас стал ждать, чем окончится беседа с Серафимом. И точно так же желал, чтобы ребята сели в лужу. Однако больше всего он хотел, чтобы опростоволосился Олег, и искра убедилась, какого олуха она предпочла ему Уразу. Впрочем, не только ему. Внимание искры добивались почти все ребята, за исключением двух-трех студентов. К последним как раз относился Олег. И не потому, что эта девушка ему не нравилась, наоборот. Просто он был реалистом и видел, что шансов быть замеченным у него нет. Ни броской внешностью, ни красноречием он не обладал и был, как и Ураз, самым старым из студентов, у обоих четверть века за плечами. Но на этом их сходство окончалось. Карьерный взлет Ураза сына, высокопоставленного партработника, был делом времени. Даже то, что его турнули с журфака в Ленинграде, и отец пристроил его после армии в институт, поближе к окнам своего алма-атинского кабинета, придавало ему вес. И поскольку отец Искры тоже был не лыком шит, занимал не менее завидный пост, правда, в другой республике, выбор девушки был более или менее предсказуем. Тот факт, что ее отец не жил с семьей, ничего не значил. Но так рассуждали, может быть, и многие, но не Искра. Приветливая, непосредственная, красивая и юная. Она была ровная со всеми и никого из ребят особо не выделяла. Даже из института ее никто не провожал домой. Вот почему Олег считал, что ему тут нечего ловить. Хоть и провозглашалось на всех перекрестках всеобщее равенство, что-то не очень охотно богатые роднились с бедными. Олег это прекрасно понимал. И лишний раз в том убедился, посетив квартиру одного своего богатенького соученика. Тогда он допустил непростительную оплошность, не обратил внимания на табличку «Книги руками не трогать». С замиранием сердца раздвинул стеклянные створки дорогого шкафа, чтобы прикоснуться к сочинениям выдающихся писателей, к их книгам, выставившимся строго по размеру и цвету переплетов. Своим неосторожным поступком он вызвал истерику у хозяйки дома, которая всего-то на минуту оставила гостя без присмотра. Долго потом стоял у Олега в ушах ее визг. «Ты кого сюда привел?» Я спрашиваю, «Ты кого сюда привел?» С тех пор он в гости не ногой. Да особо расхаживать-то некогда было. Ночами два, а если повезет, три раза в неделю он разгружал вагоны с углем, цементом или, большая удача, со стеклотарой. Вот уж легкая работа. Даже отмываться после нее особо не надо. После чего клевал носом на лекциях, но только на общих. К семинарам готовился тщательно. Короче, успеваемость была на уровне. У Олега было все необходимое для учебы в институте, а покупать дорогие шмотки и ходить в них на танцульке он не хотел. Ко всему прочему, он умудрялся еще и поддерживать своего больного отца, доживавшего свой век в далекой Сибири. Мать-то уж отошла в мир иной. Тихо, мирно отошла. Как и жила. Глава десятая. Ну вот, случилась же у них с искрой нечаянная любовь. И никуда ты от нее не денешься. Нечаянная с их точки зрения. Можно, конечно, было винить в случившемся обельду, но они почему-то с этим не спешили. Да, того самого обельду колхозного шофера, о котором мы уже упоминали. Ну, не совсем чтобы его, но лепту свою он внес. С самого первого дня этот веселый, покладистый местный парень полюбился студентам. На своем газике он приезжал в отряд утром, и все. Целый день машину в безлюдной степи эксплуатировали. По прямому назначению, разумеется, сами студенты. За исключением, конечно, поездок в район. А Бильда целыми днями или вертелся на кухне около искры с Верой, или же, что он любил больше всего на свете, почивал в палатке, предварительно хлебнув хорошей порцией кумыса. Студенты даже отвели ему личную кровать в палатке. Ребята, в основном политехники, относились к машине бережно. Случись какая поломка, собирали консилиум и сами устраняли неисправность. А Бильде было около тридцати. За или до, трудно сказать, женат. Никаких поползновений в отношении искры или веры у него и в мыслях не было. Но день да через день он ездил с ними на Чихпахе на маленькую каниферму в полукилометре от Стана. Помогал им там разгружать фляги с кухонными отходами, догрузил другие с питьевой водой. Ну и разжевался заодно собственным бидоном с кумысом, в котором, конечно же, знал толк. И то ли степь ковыльная разнесла, навеяло весточку его жене, то ли сам он ей рассказал о красавице искре. Но только подкатила однажды к лагерю бричка, запряженная гнедой лошадью, и ловко соскочила с нее маленькая женщина-казашка. Забросила вожжи на оглоблю, садилась в телеги трех карапузов и прямиком на кухню. — И с воинственным видом. — Кто тут искра? — Я, — говорит искра обрадованно. — Ассалам алейкум. Здравствуйте. И к ребятишкам по-казахски. — Ой, какие хорошенькие они у вас. — Идите сюда, я вас конфетами угощу. У воительницы весь пыл и пропал. — Любого казаха обезоруживает, когда к нему обращаются на его языке. Да и такой комплимент детям кого равнодушным оставит. Но справилась она с мгновенным замешательством, вид суровый на себя нагнала, даром, что ли, почти тридцать верст на бричке тряслась, осадила потянувшихся было к искре ребятишек, сгруппировала вокруг своего подола и быстро-быстро на одной ноте залопотала по-казахски. — Я, Нурбеке, жена Абельды. А эти дети его, понимаешь? Она вовсю пыталась выглядеть сердитой. Но все более осознавая всю нелепость своих претензий, как всякая разумная женщина, сразу же переключилась на непутевого мужа. А этот... Тут она уже по-русски так понужнула своего благоверного, да такой нелестной и забористой характеристикой, которая бывает только на великом и могучем, что вера с искрой покраснели до кончиков ушей. В ту же минуту к ним убежал Олег, в этот день дежуривший на кухне. В ожидании распоряжений он сидел за палаткой в тени и, заслышав сей набор ненормативной лексики, поспешил на помощь девчатам. Как оказалось, очень удачно поспешил. Искре, до которой дошел, наконец, смысл визита ревнилицы, стало одновременно и смешно, и жалко эту женщину. Надо было так разубедить ее, чтобы у той не осталось и тени сомнения на этот счет. Искра вдруг пошла на авантюрный шаг. — Дорогая Нурбеке, — сказала она, — это какое-то недоразумение. Она шагнула к Олегу и, взяв его за руку, прижалась к его плечу. — Вот мой жених! У нас скоро свадьба! Она поднялась на цыпочки и поцеловала Олега. — Правда, Олежка? И, увидев выкатившиеся глаза дежурного по кухне, добавила испуганно. — Видите, Нурбеке, как он удивился вашим подозрениям. Теперь мне придется перед ним долго оправдываться. Боюсь, что и вашему обильденье сдобровать. — Ну что ты, Олежек, ну успокойся. Все было сыграно настолько правдиво. А Олег так искренне стоял столб-столбом, потеряв дар речи, что бедная Нурбеке все приняла за чистую монету и тут же рассыпалась в восхвалении будущей счастливой пары. Так как это могут делать простые и добрые, неспособные вынашивать зло казахские женщины. Ах, как ладно у нее выглядели и жених, и невеста, и статные-то оба, и красивые-то, что даже ей сразу видно, друг для друга созданы. И долго еще перечисляла достоинства обоих. А они стояли в смятении, смотрели друг на друга и удивлялись. Как же они сами не сообразили это! Вечером, когда сумерки медленно, но верно начинают поглощать палитру разлитые по меркнущему небу вечерней зари, они, не сговариваясь, вышли навстречу друг другу, взялись за руки и ушли в степь. Это, конечно, вызвало некоторое недоумение в среде студентов, но ненадолго. Сначала они расценили выбор искры как некий каприз, дескать, хочет подзадорить самонадеянного Ураза, ну, досадить ему на худой конец. Понятно, что мнение это возникло не безусердной помощи самого Ураза, нарочито фамильярно называвшего Олега таежным лаптем. — Лапудь ты, лапудь! — с усмешкой сказал он уже на следующий день, когда они вместе поехали в степь добывать бутовый камень. Сказал, сильно округляя ООО. Подражая деревенскому говору, которым, кстати, не обладал Олег. — Аль запамятовал русскую народную поговорку «Не в свои сани лапудь не садись, а! Куды ж ты, лапудь таежный, сунулся! Ой, жаль, жаль мне тебя!» Остальные парни насторожились. Если раньше такое его обращение воспринималось дружеской шуткой, то теперь вроде бы как и не совсем. Хотя всерьез обижаться на это они, конечно, резоны не видели, но кто знает, как отреагирует Олег. А тот только отмахнулся с добродушной улыбкой. — Ты все перепутал, Ураз. Там вовсе не о лапте речь. — Что ты говоришь? А о ком же? Просвети? — Да о том. О бентом самом. Ну, о том, который нос свой сует туды-куды. По окончании фразы парни расхохотались. — Ну, вот видели, — обиженно развел руками Ураз. — Лапу тебе есть. А я ведь, между прочим, тебя жалеючи. Добра тебе желаю. Так и я тебе не зла же. Ой, давай-ка лучше пахать, как те мужики из бригады молчунов, а? Слышал? Ты посмотри на него. Слышал ли я? Да это ж я о них вам и рассказывал. Я... — Что, и тут хочешь лавры отобрать? — Обойти, так сказать, на вираже? Да нет. Это точно ты был. Вот тебе и карты в руки. В смысле лом. Самый лучший. Держи. Он сам откалывает камни. Ну, взялись. И они взялись. На такой работе и, правда, много не поговоришь. Надо сказать, что разбросанные по степи скальные отложения бутового камня не везде одинаковы. Есть места, где они настолько разрушены, что их остается только загружать. Но в основном это еще достаточно прочные скалы, и разбивать их приходится при помощи подручных средств — ломом, кайлом, киркой, кувалдой, кому что больше по душе. Не совсем таким же мирным путем разошлись они уже вечером, когда ураз среди той же группы ребят на перекуре за кошарой прошелся насчет кулинарных способностей искры. Слушай, замполит, положил руку ему на плечо Олег. Я понимаю тебя, но не будь таким мелочным, если не сказать больше. Ни слова больше о быскре. Понял? У меня есть терпение. Ты знаешь, о чем я. Поколотишь? — обрадовался ураз. Хуже ураз. Хуже. Применю меру воздействия. Детское наказание. Понял? Нет. Не догадываюсь. Но подчиняюсь грубой силе. Ну вот и хорошо. А то мне это уже начинает надоедать. Олег встал и пошел к палаткам. Вообще-то, мужики, интеллект ведь всегда был в загоне. Не громко, но так, чтобы он расслышал, проговорил ураз. Вспомните хотя бы французскую революцию, когда необразованная чернь. Олег, не оборачиваясь, отмахнулся рукой. Но вечером, подкоролев его за кошарой, ураз предупредил. — Слушай, ты рыцарь. Он сплюнул под ноги Олегу и закруглил фразу неприлично. — Ты еще горько пожалеешь о том, что при всех унизил меня. — Надеюсь, ты понимаешь, что я стерпел это как замполит. Но я рассчитаюсь с тобой. Будь спокоен. Потом. В городе. — Понял? — Я думал, мы с тобой шутили, замполит. — Усмехнулся Олег. — Ну, извини, если что не так. Извинения придется принести потом, — пообещал ураз. — Когда я соблаговолю принять их и приму ли еще вопрос. — Ну, как знаешь. Была бы честь оказана беспечно, — заключил Олег. Ни он, ни Искра не придавали особого значения разговорам о себе. И очень скоро стройотрядовцы признали, что ошиблись. Их отношения были настолько чисты, искренни и очевидны, что ни у кого более не возникало желания поострить насчет Олега, даже в его отсутствии. Не мудрено поэтому, что к Искре, вызвавшейся спасать Серафима, как само собой разумеющейся, был сопричислен и Олег. Теперь уже никому и в голову не пришло, что могло быть иначе. Глава одиннадцатая Довольно занятно прошло это спасение. Уже и работы по ремонту дома были близки к завершению. Уже на всю округу разносился ароматный запах обеда, который, скорее, можно было назвать ужином, приготовленным объединенными силами Искры, Тани и Дарьи. Когда Серафим неосторожно, громко спросил жену, послала ли она кого из ребятишек за каким-то токе. — Так послала, конечно, Машу. — Теперь уж подъехать должен, — ответила Дарья. — Токе приедет, — восторженно завопил младший. И тут же это имя подхватили остальные дети и заплясали, заскакали от радости. — Токе, Токе приедет. — Такое выражение восторга многого стоит. И Гарри, приготовившийся было произнести речь по поводу окончания работ, недовольно захлопнул рот. — А кто он, этот ваш Токе? Поймал он Петьку и вскинул его на руки. — Ну-ка, выкладывай. — Не смотри на папу. — Он, он... Петька как-то недоверчиво и в то же время свысока посмотрел на Гарри. — Ты че ли не знаешь Токе? Он... — У-у-у-у... И вытянул кулачок с оттопыренным вверх большим пальчиком. — Во! — Понятно. — Ну а что может добавить отец к этому исчерпывающему объяснению? — Да то же самое. — Он действительно... — Во! — Это их лучший друг, ну и наш немножко. — Кто ж, кроме него, покатает их на своей конячке? — Еще они любят слушать, как он играет на думбре и поет. — Я его и позвал, чтобы вы тоже послушали его песни. — Вам должно понравиться. При упоминании о думбре ребята, переглянувшись, обменялись с нисходительной улыбкой. Серафим добродушно улыбнулся. Он прекрасно знал, что у большинства молодежи иногда и казахская думбра, как музыкальный инструмент, не очень-то воспринималась. Ну, что можно сыграть на двух струнах? Существовала даже такая незлобивая присказка, произносимая с казахским акцентом. «Одна полка, два струна, мен казах — хозяин страна». Ну, и Гарри с облегченной совестью поведал, что всем-то им, конечно, не резон песнями наслаждаться, мол, есть у нас еще дома дела, но в качестве благодарных слушателей остается, дескать, вам, хозяевам, одна прекрасная пара. Что пара эта на самом деле оставалась для профилактики спасения Серафима, командир, естественно, умолчал. Серафим поблагодарил и за это и шутливо сказал, «Только чур потом не обижаться, когда они вам расскажут о чуде, которое увидят сами». Я ведь тоже когда-то пренебрежительно отзывался о думбре, пока не услышал таллигена. Кстати, когда я сам пытаюсь играть на баяне или, не дай бог, петь, то не то что дети, вороны с перепугу разлетаются. Так что уж кому что дано. Но нам сегодня дано сходить на танцы, повеселиться, так сказать. Так же шутливо за всех ответил Гарри. Только без меня уточнила вдруг Таня. «Что?» «Почему это, Танюша?» Растерялся он. «Неужели ты думаешь, что скакать в клубе для меня удовольствие? Поезжайте без меня». Я от того же мнения поехать в клуб никогда не поздно. Присоединился Георг Гвария. А вот думбру я бы послушал. Это что-то вроде нашего Пандури. Такие ее я слышал только по радио, а вот вживую ни разу. Так что поезжайте и без меня. «И без меня, и без меня!» Послышались голоса. «Здорово живешь!» Рассмеялся командир. «Что, я один с обильдой поеду?» «Да я, к вашему сведению, меньше всех хотел туда ехать». «Нет, вы только посмотрите, люди добрые. Для их же благо стараешься, а они тебя же и уронят. Это же надо!» «Все, Серафима, ага, остаемся всем хором благодаря мне. Но уж потом тоже не обессудь, если что не так». Вскоре верхом на гнедом коне, неспешным шагом, прибыл и сам ожидаемый. Впереди его, буквально распираемая гордостью, знала она, с какой завистью сейчас смотрят на нее дети, восседала дочка Серафима Маша. В руках у нее была закутанная в чехол доумбра, а седобородый аксакал своей рукой поддерживал ее худенькой тельце. Он передал Машеньку на руки подбежавшему отцу, поприветствовал весьма экзотическим приветствием всех встречающих, но не спешился с коня, пока не подсадил и не покатал вокруг поляны всех ребятишек. Видимо, это был уже сложившийся ритуал, потому что все они терпеливо ждали своей очереди. Катал он их сразу подвое, одного спереди себя, другого сзади. И когда гнедой переходил с шага на скоростной аллюр, визжали не только дети, но и зрители, то бишь студентки. Только дети визжали от восторга, а девчата — от страха за них. Ну вот представление закончилось. И все, и дети, и взрослые, чинно и благородно разместились за Дастарханом. Впервые в их жизни они обедали за Дастарханом. Впервые в жизни случилось им, стоя выслушать стих молитву благодарности Богу, произнесенную хором детьми Серафима. И это вызвало у всех общее, неподдельное умиление. Даже та серьезность, с какой и младший сынишка перед этим укорил взрослых, что они собирались приступить к еде, не помолевшись, не привнесла неловкого чувства друг перед другом за вынужденное соблюдение ими религиозного обряда. Напротив, дала ощущение какого-то чуточку щемящего, сладкого чувства сопричастности к некоему таинству. Живет, видать, подспудно в каждом человеке христианская тоска по Богу. Возен даже трижды атеист. Шевельнулось, правда, воспоминание и о недвусмысленном, ехидном предупреждении ураза, и все они с облегчением признали себе, что его отсутствие здесь как нельзя кстати. Но вот то, что в такой горячей молитве принял участие и гость Серафима, казах Талиен, должный, по их мнению, быть мусульманином, что он тоже благодарил Христа за день благословенный, за пищу и за проделанную ребятами работу, повергло студентов в недоумение, которое, скажем прямо, прошло не сразу. Но задать вопрос, который мог оказаться бестактным, они не осмелились, хотя просто не терпелось сделать это. Ему же, по всей видимости, встречать такое недоумение было не впервой, и он не стал испытывать их терпения. «Я знаю одну русскую женщину, так, как бы, между прочим, сказал он, которая вышла замуж за казаха и исповедовала ислам. Потом они вместе с мужем покаялись и приняли в сердце Христа. Но я был свидетелем того покаяния, и тогда же Господь тронул и мое сердце. Я не стал терять времени и последовал их примеру. И очень счастлив, что это сделал». Говорил он по-русски достаточно грамотно, хотя и с сильным акцентом. «Да, да», — радостно поддакнул Серафим. «Христос спасает всех, кто к нему приходит». «Вот это да!» Ребята иронично переглянулись. «Что, мол, выходит, пока суд доделал. Мы еще только намеревались, а их тут же уже спасли». «Ну, прямо кругом спасение». «Только уж больно абстрактное. От каких-то там грехов. А что это за грехи? А то ведь может быть такой грех, что от него не спасать, к нему стремиться надо». «И что для этого нужно сделать?» Полюбопытствовал Ковалев Сережа в шутку, представлявший себя иногда фаталистом. «Совершить подвиг?» «Нет», — серьезно ответил Токе. «Просто покаяться перед Богом». «Но такое пояснение не то чтобы удовлетворило, а, напротив, вызвало еще большее непонимание». «Ну, ислам, это ладно, это еще понятно». «Но что такое покаяться?» «В чем и перед кем должен человек каяться?» «Зачем?» «Что значит и как это принять в сердце Христа?» Студенты вдруг обнаружили, что тут будет больше вопросов, чем ответов на них. «Ну и зачем тогда лезть в эти дебри?» «Вон, вызвались же искра с Олегом в спасатели?» «Пусть разбираются, а то ведь чем дальше в лес, тем больше дров». «И недоумение улетучилось так же быстро, как и пришло». «В общем, скованности это веселую и непринужденную беседу за столом не привнесло. Радость от содеянного доброго дела была полной. Сегодня все без исключения были удовлетворены собой, и за столом было полное единодушие и никаких более разговоров о религии. Не вспомнили об этом и позднее, вдоволь побродивши по горам, любуясь первозданными красотами изумрудного озера Тарайгир. Теперь ребята вместе с Серафимом соорудили на его берегу небольшой костерок, а вскоре к ним присоединился Итоке, пустив своего гнедого пастистуджа на вольных хлебах. Вечерние сумерки отвоевали у зари уже полнеба. Медленно угасая, она успела прощально расцветить в бледно-сиреневые тона облака, вытянувшиеся там по горизонту, прореженные продольной грядой. Здесь же, прямо над озером, крохотные облака сбились в редкие темно-лиловые островки, и она не пожалела для них червонного золота, томным отблеском которого украсилась одна лишь вершина причудливой массивной скалы посредине озера. А все, что было ниже, уже погрузилось в сумрак и гляделись из бездонных небесно-голубых колодцев меж облаками в потемневшую воду ранние звездочки, и при легкой рябе подмигивала им в ответ их собственное отражение. Сама глыба напоминала теперь огромную застывшую посередине озера слоновую черепаху с золоченым панцирем, невидимые в прибрежных зарослях камыша таволки и вне каптахи. На разные лады торопились допеть начтые мелодии. Тогда-то в эту симфонию природы и вплелась гармонично, сначала робкой глуховатой дробью, потом все отчетливее наливая силой домбра-толигена. Тогда-то и услышали ребята очаровавшую их легенду о голубке. Глава двенадцатая Затих последний аккорд И аксакал-толиген, любовно погладив струны, положил домбру на колени. Наступило долгое молчание, никому не хотелось нарушать его. Возводит солнце свое на праведных и неправедных, ибо он есть любовь, задумчиво повторяет вслух искр. Какие прекрасные слова! Только как они к вам приходят! Это не мои слова, дочка. Это говорит Библия. Библия? Что так написано в Библии? Да. Я очень жалею, что не умею читать. Я ведь неграмотный. Зато Серафим много рассказывает мне об Иисусе. Я очень сильно завидую вам, молодым, потому что вы сами можете читать Божье Слово. Ребята переглянулись. Наивный аксакал. В их понятии Библия, быть может, и существовала, ну, где-то в отсталых странах, где людей еще дурят религией, но не в Советском же Союзе. Никто из этих самых молодых людей ни разу даже не держал в руках Библию. За одним исключением. Ни раз и ни два пытался читать ее Олег. Правда, без особого успеха, как мы потом это увидим. А зачем ее читать? Осторожно, начинает Гарри. Ну, если даже предположить, что Бог есть, то, по-вашему, выходит, что ему все равно, какой человек. Плохой или хороший. Ну, как там у вас, злой или не злой, праведный и неправедный. И всех одинаково любить, а? Что-то тут не так. Не вижу логики. Богу не все равно, какой человек будет. Что с ним станет, куда он пойдет после смерти. Поэтому он и зовет каждого из нас к себе. Любовью своей зовет. И когда человек приходит к нему, то больше не может быть злым. А как же узнать, что он зовет тебя? Олег, да и другие ребята, слышат в голосе искры какую-то в тоске затаенную надежду и, помимо воли, напряглись в ожидании ответа. А приготовившемуся к очередному выпаду Гарри, Таня зажимает рот, дескать, имей совесть, командир, прояви уважение к старшему. Почему он не зовет меня? Продолжает искра, и в ее вопросе нет издевки, лишь искреннее, граничащее с обидой и непониманием. Он зовет и тебя. Иначе ты не задала бы этот вопрос искра. И тебя, и тебя, и тебя, так я обвел рукой ребят, всех зовет. Только услышать его надо. Очень надо захотеть услышать его. Он говорил медленно, как бы взвешивая каждое слово. Еще. Не стоит пытаться мешать тем, кто на пути к нему, кто услышит его и поверит. И тем, кто уже услышал и верит. Мудрый Аксакал. Он будто прочитал мысли каждого из них в отдельности и предварил их. Вот тебе и безграмотный. А он уже поднялся. Это я хотел вам сказать на прощание, дорогие мои. Нам пора. Поднялся и Серафим. Смотрите, ребята, любуйтесь и запоминайте наши благословенные места. Токе и Серафим сердечно простились с ребятами и, взяв под узцы мирно пасущего Сагнидова, неспешным шагом пошли по направлению к дому. Через какое-то время ночное эхо донесло до них гулкий цокот копыт. Токе уехал в степь. Ребята, все-таки как здорово, что нам пришла на ум эта поездка, говорит Таня. Какие мы молодцы. Даже страшно теперь подумать, что я могла бы не увидеть, всей этой красоты, этих гор, этого озера, лебедей. Не забудь про легенду, подсказывает Олег. Да, это невероятно. Если бы мне сказали, что в такой глуши я услышу нечто подобное, я бы ни за что не поверила. Это... Это была сказка. Мечтательно, говорит Искра. Сказка, написанная специально для нас. Теперь я в это верю. Я просто не могу прийти в себя. Вернее, мне не хочется приходить в себя. Ах, какие мы молодцы, что решились на это мероприятие. Снова восторженно повторяет Таня. Я даже немножечко горжусь всеми нами. Гордиться тут нужно мной. И только мной, вступает Гарри. Потому что идея моя. Я бы и сам гордился, если бы ко всему еще и Серафим перестал быть баптистом. Но мы даже и не попытались, если все баптисты такие. Перебила Таня. Я бы ничего не имела против них. А может, это так и есть? Говорит Искра. Я тоже так думаю. Тут же разворачивается на все градусы Гарри. Раз уж Казах, который по всем параграфам должен быть мусульманином, верит в какое-то ихнее спасение. Наивно, конечно. Но мне почему-то по душе. Хотите, что-то скажу честно? Но только чтобы мы между нами. Давай, давай. У меня мама верующая. Только она лютеранка. В нашем поселке, где я родился, почти все немцы были верующие. И я думал, что слово немцы и означает верующие. Ну, то есть, это обязательный атрибут каждого немца. Вроде как его национальность. Потом оказалось не так. С грустью, совсем не подходящей для его взбалмошной натуры закончил он. «А как?» загорелась искра. «Что оказалось потом?» «Потом?» Переспросил он и на какую-то долю секунды задумался, после чего принял прежний и беспечный вид. «Потом я вырос и понял, что Бога нет. Как поняли это и вы?» «Я в этом теперь сомневаюсь». Покачала головой искра. «В том, что ты это поняла?» «В том, что его нет». «Откуда вы тогда этот сегодняшний день?» «И вообще все сегодняшнее?» «Домбра», «Легенда», «Лебеди». «Откуда?» «Да, этот таки очаровал нас, особенно наших дам. И своей неожиданной христианской ипостасью, и своей легендой мы находимся под властью этого очарования и вряд ли сумеем сегодня освободиться от него. Поэтому предлагаю обсудить это завтра, как говорили наши великие сказители, утро вечера мудренее. Кто готов отойти ко сну, может идти, как и оговорено, к Серафиму. Мужики на сеновал, наши дамы в царские покои на кошму, на свеже струганные нашими собственными руками доски. Такой насчет не каждому и во сне приснится. В общем, вперед, и можно без песни. Так и случилось, что на берегу они остались вчетвером. Гарри с Татьяной и Олег с Искрой. Правда, после недолгого убодрствования, когда легкий озноб от дымящейся прохлады озябшего озера сменился чувствительной непрекращающейся дружью по всему телу, молодые люди разделились еще раз. После откровенного признания Гарри что-то стало холодать, супружеская пара от широты души своей, оставив влюбленным для сугреву Гарин пиджак, также поспешила на ночлег к Серафиму. И только перед самым рассветом расстались у его дома и Олег с Искрой. Уже примастившись на кошму рядом с мирно почивающей Таней, Искра вдруг уловила своим четким ухом едва слышный характерный треск за дверью в другую комнату и насторожилась. Сомнений не было. Там крутили ручку приемника. И вот уже не совсем отчетливые, но вполне различимые слова стали падать в устоявшиеся безмолвие ночи, наполняя ее прямо-таки мистическим смыслом. Подстать этой таинственности донеслись и первые слова, которые она смогла разобрать. Жертва Богу — дух сокрушенный. Сердце сокрушенного и смиренного ты не призришь, Боже. Искре показалось, что еле слышный голос чтеца исходит не из-за приоткрытой двери, а объемлет ее отовсюду, сбоку, сверху, со всех сторон. И каждое слово впечатывается в раскрытый колодезь ее памяти. Она вся превратилась в слух. Дорогой друг, совсем не случайно ты настроился сегодня на нашу волну. Ты ищешь Бога и обязательно найдешь Его. Наше же искреннее желание помочь тебе в этом искании. Да, да, я ищу Его. Искра задрожала от волнения. Ей страшно хотелось слушать еще и еще, услышать все, не пропустить ничего из того, что говорил неведомый ей голос, и она привстав протянула руку и чуть больше приоткрыла дверь. Отцвет от крохотного экрана настройки позволил ей разглядеть хозяев, Серафима сдавь ей, прильнувших с обеих сторон к допотопному радиоприемнику Муромец на столе. Они так были поглощены словами Божьими, что даже не заметили ее появление. Впрочем, может быть, просто не хотели спугнуть ее ненужным в этот момент своим вниманием. Потому-то, наверное, и показалась ей столь кратковременной, прямо мимолетной эта чудесная проповедь, которую она своим собственным сердцем прочувствовала в этом временном пространстве, в пространстве, ненарушенном ничьим вмешательством. Впитывала в себя и не насытилась. Слишком крохотным оказалось угощение, слишком великим желание получить его в большей мере. И когда призвал тот невидимый голос к молитве, не хватило ей лишь одного единственного шага, чтобы присоединиться к склонившимся на колени супругам. Удержала порыв души что-то такое же неведомое, упреждающее, но их столь очевидная, столь бескорыстная вера молиться неприлюдно и ненавидимую икону, а напрямую самому Богу. Настолько поразило ее, что она буквально засыпала их вопросами. И уже не уснули в это утро ни она, ни, конечно же, Серафим с Дарьей, для которых это благословение было знаком Божиим, многократно превышающим помощь, оказанную им студентами. Звучит Продолжение следует...